Для него каждый пациент – это самый настоящий черный ящик, и от того, насколько быстро удастся расшифровать информацию, напрямую зависит его жизнь. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Андрей Карпунин. Андрей Карпунин лучше других знает, что за последние десятилетия дорожно-транспортный травматизм стал крупнейшей социальной проблемой. Он ежедневно спасает многочисленных жертв, так называемой «войны на колесах». Вот уже несколько лет наш герой заведует отделением реанимации и интенсивной терапии для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Чем тяжелее, тем интереснее. Здесь и цена ошибки выше, но и в то же время, если пациент выживает, чувство удовлетворения, чувство того, что удалось зацепиться за эту жизнь, удалось пациента спасти. Все, что происходит за дверями его отделения, как правило, не видят взволнованные родственники и не помнят сами пациенты. Если сравнивать ответственность анестезиологов с другой профессией, то ближе всего окажется сапер. Каждый пациент как незнакомая взрывчатка, где главное быстро сориентироваться и не потерять самое ценное – время. Поступающий пациент – это черный ящик, который нужно открыть и в котором нужно покопаться, так если грубо. То есть нужно… мы не знаем, с какими повреждениями он поступает, то есть мы не знаем, что у него в животе изменилось, нарушилось, разорвалось. На эту съемку Андрей приехал после окончания очередного рабочего дня. Несколько часов назад в его руках оказались еще два пациента с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Часто бывает, что люди поступают в отделение вообще без внешних признаков повреждений, но при этом в крайне тяжелом состоянии. Могу кучу привести примеров, когда гибли люди, ехавшие во внедорожниках, премиум класса, допустим, на задних сидениях, и пациенты, которые ехали на передних сидениях, выживали, а задние пассажиры гибли. Это ужасно, и могу сказать однозначно, что мы все пристегиваемся, если кто-то ездит в машинах. Бывали у нас ситуации, когда гибли дети, выживали родители, допустим. Попробуйте хотя бы раз в несколько дней говорить незнакомым людям, что умер их близкий человек. В его обязанности входит и это. Как объяснить пациенту, находящемуся в пограничном состоянии, что в ДТП выжил только он? Как правило, правду мы никогда не говорим. Так что не стоит организировать на тему, будто все врачи циники. Эмоциональная уравновешенность и выдержка медикам совершенно необходима, хотя бы для того, чтобы рука, которая держит шприц или скальпель, не дрогнула от волнения. Предвидеть то, что с пациентом может произойти. Не зря вся советская медицина была основана на профилактике каких-то заболеваний, состояний. В свои 37 он стал самым старшим в своем отделении и без конца говорит о том, какие замечательные сотрудницы его окружают. Я горжусь своими медсестрами, которые работают в нашем отделении, потому что очень часто они меня, знаете, постоянно чему-то учат. Вы не представляете, как поступает какой-то там небритый, немытый. Они там помоют, побреют. Есть люди, которые вот отработали смену и бегут там с работы, да, вот все, мое время закончилось, там по часам они убегают. Мне очень всегда импонирует и радует, что когда они, вы знаете, остаются помочь. Есть мнение, что дети часто воплощают неизбывшиеся мечты своих родителей. В его случае это отчасти правда. Медиком мечтала быть мама, которая в конце концов закончила курсы медсестер и не терпела словесных оговорок. За слово «ложить» улыбается Андрей, могла влепить и подзатыльник. Она вот настолько была человек, который сочувствуется, переживает, что, видимо, это и привлекало ее в этой профессии. И она, видимо, как-то вот всегда в меня это закладывала. Он сам мечтал связать свою жизнь с изучением человека и долго думал, что его, как и большинство студентов, привлекает исключительно хирургия. Можно там и вылечить, и там, ну не знаю, прооперировать, удалить что-то там, или шить, пересадить. Кстати, боевое крещение в качестве ассистента медсестры состоялось еще в раннем детстве, когда он случайно порезал ножом руку брата. Андрей стойко держал рану, пока перепуганные родители искали аптечку. Видимо, тогда в их семье и появился первый доктор в поколении. Сегодня их уже двое. Супруга Андрея Мария сразу привлекла внимание холостяка, который на тот момент совсем не думал о семейной жизни. У нее такая домовитость, ее любовь к детям, то есть вот это меня поразило. Я его, наверное, первое заметила и заметила еще додолго, вот как мы встретились вот непосредственно уже в больнице. Потом уже, когда я пришла на практику, конечно, такой видный доктор, умный, такой, ну, красивый. Красивый. Прожить до сих пор, она готова помочь всем. Почему? Не знаю. Ну, вот человек, который не бережет себя в этом плане, именно в каком-то духовном, душевном плане. Почему? Потому что мы все равно же стараемся там как-то защитить себя, да, вот именно защитить, ну, и сохранить какие-то свои душевные силы для детей, там, для семьи. Душевную энергию. Вот она в этом отношении была другой, то есть она была готова там вот всем это все дарить и отдавать. И в дочке, признается Андрей, хоть и видят родителей в белых халатах, а пока без страха научились ходить только к стоматологу. Делать из своей профессии культ они не будут. Хорошим врачом нужно родиться. Какое-то стремление создать династию у меня пока такого нет. Старшая дочка, она занимается гимнастикой, у нее это неплохо получается. Вот, и вообще она такая творческая дама. Детям пока сложно понять, что в руках папы в прямом смысле слова каждый день находятся человеческие жизни, а протоколы оказания неотложной помощи он круглые сутки держит в голове. Анестезия сродни полету самолета, где современная наркозная система похожа на панель приборов. И врачу, как опытному пилоту, нужно одновременно анализировать десятки показателей, чтобы взлет, посадка и сам полет прошли успешно. Настолько как-то вот психологически умеет правильно настроить вообще окружающих и настроить на рабочие латы и успокоить. В фильмах, конечно, происходит, как вот она открывает глаза, всех узнает, там, да, все это, все красиво, улыбается. Но в жизни, конечно, происходит не так. И очень часто бывают у нас такие случаи, знаете, когда приходят родственники уже с выздоровшими пациентами и говорят, вот это был ваш доктор, вот эти сестры, которые там за тобой хаживали, которые там тебя выхаживали. Вот. Ну, он так смотрит, знаете, так. Ну, понятно, не узнает. На самом деле, жизнь за дверями его отделения совершенно особенная. Оттого, наверное, и рождаются такие шедевры кинематографа, как «Доктор Хаус» или «Интерны». В последнем ляпов чуть больше, но, с другой стороны, чего только не бывает в реальной жизни. Был у нас случай, даже он произошел с моей супругой, когда она только начинала работать, когда пациент убежал из отделения. То есть, ну, был какой-то момент, когда вот как-то все отвлеклись там на что-то, но он был стабильным и сам как бы это встал с кровати, открыл там замок и выбежал. И она ловила его там по больнице, смогла его найти. То есть, ну, это просто, надо представить, что супруга, она небольшая, а это был так под метр девяносто метр товарищ такой. Очень часто они не понимают, не осознают окружающую действительность. И у них вот одна доминанта попасть как бы в окружающую обстановку, ну, в привычную окружающую обстановку. И вот как вот автопилот, да, вот хочу домой, вот и неважно там, что со мной. Могу ходить. Да, могу ходить, тем более они же, как правило, все обезболенные. То есть, он же думает, что такого страшного с ним ничего не происходит. То есть, ну, если человек обезболен, да, у него сломанная нога, допустим, это очень сложно бывает объяснить человеку. Ты же, у тебя две ноги сломаны. У нас бывают такие сломаны. Вот он лежит со сломанными, там, двумя ногами, бедрами. Ну, при этом он не чувствует боли и думает, что с ним все прекрасно. Для врачей, для сестер адекватный пациент – это как глоток свежего воздуха, знаете, который вот лежит, который сотрудничает, который вот там готов лечиться, который все это понимает и осознает. Это прямо вот одно удовольствие работать. Конечно, в минуты усталости возникают мысли, что можно работать в хорошей клинике, где все уже отлажено и просто заниматься любимым делом. Но на периферии, говорит Андрей, и теплее, и добрее. Когда, наконец, обретаешь тот самый сильный фронт и надежный тыл, и мечты становятся другими. Чтобы отдых в кругу семьи и без телефона, а близкие и любимые были здоровы и счастливы. Как говорил Кончаловский, да, чем старше становишься, тем здоровее. Чтобы возберечь, надо все больше и больше удивлять этому времени. И не факт, что однажды, не пристегнувшись в машине, лишь шагнув из окна девятого этажа, попадешь в руки таких профессионалов, как Андрей Карпунин и его соратники. Даже у ангелов-хранителей весьма ограниченные полномочия, несмотря на огромное сердце и золотые руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова